всем добрый день меня зовут лилия бормсова я медицинский психолог специалист по когнитивно-поведенческой терапии преподаватель института дополнительного образования казанского федерального университета сегодня у нас тема панические атаки паническая атака это приступ тревоги по поводу того что происходит в вашем теле и и даже можно назвать страхом собственных ощущений при панической атаке ощущается недостаток кислорода учащенное сердцебиение звон в ушах головокружение жар потливость состояние удушье то есть у человека кажется что он задыхается сейчас его стошнит описывается что у него там все болит и вообще периодически ему кажется что сейчас он потеряет резко контроля и сойдет с ума или вообще он сейчас умрет то есть многие действительно думают момент панической атаки что у них сердечный приступ припадок и что они сходят с ума и все эти ощущения они могут возникать по чисто психологическим причинам но я всегда рекомендую людям с подобными симптомами пройти полное медицинское обследование чтобы исключить риск серьезного заболевания поэтому вначале к доктору за обследование первая паническая атака обычно возникает без видимой причины и интерпретируется катастрофически и после этого появляется сверхбдительность то есть постоянное сосредоточение на любых признаках возбуждения и необычных ощущениях вот вам пример с мистером икс однажды он шел по улице и обратил внимание на то что его сердце бьется довольно быстро и потом он вдруг почувствовал дезориентацию и чем больше мистер икс фокусировался на своих внутренних ощущениях тем больше пугался что теряет контроль над собой и вдруг он стал думать боже мой сейчас у меня будет паническая атака я перестану себя контролировать я упаду в обморок прямо посреди улицы и из-за этого его страх и физические возбуждения только усилились и у него действительно случилась полноценная паническая атака у многих людей паническая атака может случиться и даже среди ночи они так и называются ночные панические атаки каковы же причины панических атак конечно же они хочется знать всем потому что есть ощущение что вот если мы сейчас найдем причины панических атак они сразу пройдут но это сказка но все же причины панических атак мы с вами разучим и так причина панических атак одни из связаны с эволюционной природой человека ведь в прежние времена когда угрозы были для человека действительно опасными для жизни программа тревоги служила тому чтобы люди могли защищаться от опасных ситуаций даже сегодня она полезна для нас в редких случаях например когда мы оказываемся перед неожиданно появившимся автомобилем или мотоциклом и вот если мы говорим об эволюционной природе человека то вот с точки зрения ее например сердцебиение можно интерпретировать как признак надвигающегося инфаркта миокарда что только усиливает беспокойство и следовательно наоборот пульс еще больше учащается а дрожание рук например мы можем рассматривать в качестве сигнала потери контроля что приведет еще больше к этому дрожанию рук и к повышенной тревожности и тремор прям будет идти во всей своей красе также к паническим атакам можно привести постоянное беспокойство за все также периодические внутренние конфликты это между тем как надо например и тем как хочется или тем как хочется и тем как должно быть правильно и тем как надо идеально но я сейчас этого не могу вот постоянные такие внутренние конфликты основной стиль мышления при панической атаки это катастрофизация то есть катастрофизация это когда мы делаем из мухи слона когда мы преувеличиваем масштабы события и когда мы предсказываем негативное будущее вот что такое катастрофизация у панической атаки есть свой порочный круг то есть как все начинается как вы видите на слайде начинается все с определенного возбудителя например ну как мы говорим что это страх собственных ощущений например с какого-то ощущение допустим это неожиданное сердцебиение далее мы начинаем этот это состояние интерпретировать то есть мысли а вдруг это сердечный приступ кажется я умираю мне срочно нужна помощь мысли приводят нас к эмоциям эмоции страха эмоции приводят нас к физическим реакциям которые проявляются наоборот усилением того что было до то есть усиливается сердцебиение учащается пульс затрудняется дыхание это приводит человека к определенному поведению там бег по квартире звонки какие-то кому-то вызов скорой и дальше дальше когда наступает уже облегчение возникают последствия виде ожидания следующего приступа и поэтому ну чтобы от нее избавиться или вообще как то ее понимать вообще очень важно понимать что из себя представляет паническая атака и так как мы уже знаем что или кто-то может быть уже на себе это прочувствовал что это и учащается сердцебиение пульс тяжело дых дышать там может быть даже диарея тошноты рвоты ощущение нереальности происходящего так вот у этого всего есть объяснение дело в том что таким образом ваш мозг реагирует на опасность то есть как мы уже говорили об эволюционной природе человека ваш мозг вас защищает и для этого все органы и системы мобилизуются начнем сердечно-сосудистой системы почему она так происходит ведь увеличивается в этот момент частота сердечных сокращений учащается пульс повышается давление и это способствует ускорению кровообращения чтобы быстрее доставить к мышцам кислород и чтобы вывести быстрее продукты обмена веществ а кислород это главный источник энергии для мышц также происходит перераспределение кровотока руки и ноги становятся холодными связи с оттоком крови целесообразность этого механизма очевидно во время борьбы конечности крайне уязвимы и велика опасность их травматизации регулируя кровоток выше описанным образом организм предотвращает возможную кровопотерю и так что может человек чувствовать когда мобилизуется сердечно-сосудистая система это повышение давления учащение пульса холодные конечности головокружения и даже сдавливание в груди и это все происходит не потому что есть проблемы а потому что таким образом мозг так среагировал то есть вот видите у вас же появилась мысль кажется мне сейчас будет плохо мозг за эту мысль зацепился и он начинает вас защищать а в момент тревоги у нас же какие у нас с вами защитные механизмы это там беги замри и так переходим к дыхательной системе что с ней происходит вот момент панической атаки и почему и так дыхание учащается становится более глубоким неравномерным это необходимо для того чтобы обеспечить организм также большим количеством кислорода который как я уже говорила нужен мышцам а дыхательная система это основной источник поступления кислорода в организм поэтому она перестраивается в экстренный режим работы а процессе дыхания участвуют межреберные мышцы и диафрагма и чрезмерное их напряжение отразится на самом дыхании вызывая неприятные ощущения вот отсюда и возникают боли в грудной клетке в момент панической атаки ну или могут возникать соответственно еще раз какие основные вот симптомы могут быть когда подключается дыхательная система то есть это нехватка воздуха отдышка удушье дискомфорт в области грудь груди также может быть тошнота пелена перед глазами переходим к пищеварительной системе что у нас происходит там а там происходит замедление желудочно-кишечного тракта и та энергия которая освобождается организм тратит ее на более актуальные потребности конечно же происходит избавление от содержимого в виде тошноты или диарея так называемая медвежья болезнь а что а надо бежать налегке организм таким образом вот освобождает вас делает но более легкими и так какие у нас могут быть основные симптомы это тошнота рвота даже спазмы в области живота сухость во рту также усиливается еще и потоотделение то есть это характерные признаков панической атаки который направлен также на защиту тела от перегрева за счет него происходит охлаждение при усиленной нагрузке следующий момент это де реализация что это такое это чувство нереальности оно связано с тем что внимание сильно сужается на опасности на симптомах то есть зерял это с одной стороны чувство нереальности но это из-за того что вот мое внимание оно прям очень сосредоточено только на одном на опасности поэтому все остальное благодаря вот этому максимальному сосредоточению становится размытым вот отсюда это и появляется также еще вообще дириал еще сокращенно называется де реализация это метод экономии энергии нервной системы ну то есть это как найти вот когда у телефона заканчивается зарядка там красненький мигает и телефон говорит я перехожу в режим экономии энергии вот терял это вот то же самое и так как же избавиться от панических атак поэтому нам помогает протоколы когнитивно поведенческой терапии когнитивно поведенческая терапия это единственный метод в мире который подтвердил свою эффективность множеством научных исследований и при панических атаках кпт работает очень быстро и очень хорошо что я хочу сказать что панические атаки это не страшно от них избавляются все кто хочет от них избавиться о чем говорит когнитивно поведенческая терапия о том что именно наши мысли создают все наши эмоции то есть все наши страхи все наши переживания то есть не про то что мысли материальные они не материализуют но мысли влияют на наши эмоции они создают нам наши физические реакции то есть не сама ситуация влияет на наше поведение а то как мы к ней относимся и так для того чтобы нам избавиться от панических атак первое нам важно ее понять природу о которой как раз таки я вам говорила дальше раньше то есть раньше и так дальше обязательно это релаксация обязательно то есть различные методики расслабления далее мы начинаем работать с мыслями далее это копинг-карты это работа с внутренними конфликтами и конечно же фитнес а теперь о каждом подробнее в работе с мыслями нам важно понимать что нет никакой катастрофы дальше нам важно спорить с нашими мыслями о том что нет у нас никакой катастрофы следующий момент мы тренируемся погружаться туда где нам страшно потихонечку тренируемся погружаться не резко аккуратно то есть для этого нам нужно вначале вообще построить иерархию вот этого погружения и только потом от одного балла погружаться вот в эти страхи где может возникать паничка и доходить уже до десяти и учиться потихонечку не бояться вот этих вот ощущений то есть все чаще и чаще понимать что это просто ощущение что это не что-то такое ужасное и опасное далее мы можем использовать специальный копинг карточки что-то такое это когда мы заранее уже понимаем какие к нам мысли в момент паничек приходят и мы эти мысли все выписываем и выписываем опровержение на каждую из этих мыслей и вот каждая мысль у нас на отдельной карточке и эти карточки они не обязательно должны выглядеть в виде карточек они могут быть у нас и виде записи с нашим голосом виде записи с голосом нашего психолога они могут быть и виде записи просто в заметках у нашего телефона а также могут действительно быть виде классических карточек то есть например на одной стороне написано у меня сильное сердцебиение а что если у меня случится инфаркт а наоборот на стороне мы уже говорим себе успокойся это не инфаркт а твой способ реакции на мысль или например а что если у меня инсульт наверное у меня просто сейчас понизилось давление ничего там страшного катастрофичного нет а вот пример работы того как мы работаем с мыслями например мы увидели вот этот вот возбудитель ситуацию то есть быстрое сердцебиение в ответ у нас возникает наша паническая мысль о боже у меня сердечный приступ и сейчас помру и дальше мы формируем рациональный ответ например вот он может быть примерно вот таким которые вы его здесь видите то есть недавно я был врача он сказал что со мной все в порядке и подобные ощущения бывали у меня и раньше мозг просто посылает мне ложную тревогу и говорит что я в опасности хотя на самом деле я в безопасности и мои реакции это просто мой нормальный ответ тела на тревогу или вот еще вам пример работы с мыслями например почувствовали напряжение дрожь и все паническая мысль а сейчас я закричу потеряю контроль над собой мы можем поспорить с этой мыслью и в результате появится рациональный ответ примерно такой то есть это все временное состояние у меня там нет четкого представления о том как будет выглядеть вообще это потеря контроля мое сознание можно сколько угодно сейчас лихорадить я просто могу сейчас понаблюдать за своими мыслями и потихонечку меня все это пройдет и самое главное то есть вот вы здесь видите результат конечно же чтобы учиться спорить со своими мыслями нужно отработать определенные навыки и это лучше всего сделать индивидуально в работе с психологом конечно же вы можете попробовать научиться и самостоятельно это делать с помощью научно-популярной литературы по когнитивно-поведенческой психотерапии и еще один такой момент по поводу панических атак хотела бы я с вами здесь разобрать это избегание дело в том что если вдруг вот эта вот паничка произойдет в каком-то месте то одна из распространенных таких поведенческих реакций это больше не посещать эти места и вот это и называется избегание и к сожалению у избегания большой аппетит и чем чаще это избегание возникает тем наоборот больше тревожность возникает при этом избегание она действительно может почувствовать благодаря избеганию можно действительно почувствовать себя прямо сейчас лучше но в последствиях будет лишь ухудшение ситуации значительное ухудшение ситуации и если вы чувствуете что надвигается паника просто повторите про себя что что панические атаки всегда проходят сами это действительно так они действительно проходят сами просто дайте себе время дело в том что когда панические атаки уже наступили бегайте носитесь они все равно вот пока они там не закончат свои действия не пройдут поэтому моя рекомендация если вы уже в процессе панической атаки просто сядьте и ждите когда она закончится она обязательно закончится следующий момент за более чем 10 лет моей психологической практике ни один клиент не приступил порог моего кабинета с панической атакой ни один клиент от панической атаки не помер от панических атак не умирают панические атаки не приводит к ухудшению здоровья они вообще ни к чему не приводит панические атаки не приводит к тому что сердце там начинает плохо работать к тому что там с головой становится что-то не так то есть панические атаки безвредны их не стоит бояться они не к сердечному приступу не к инфаркту не к инсульту абсолютно ни к чему не приведут и от них действительно очень можно просто и легко избавиться не нужно их бояться можно просто как можно скорее обратиться психологу который работает именно в когнитивно-поведенческом направлении или можно если для начала попробовать даже просто книги по кпт сокращенно вот когнитивно-поведенческой терапии попробовать все это сделать и возможно у вас получится просто самое главное что вам надо понимать панические атаки абсолютно безвредные и от них не умирают не стоит их бояться спасибо вам за внимание и до новых встреч